Ну и, конечно, отдельно стоит отметить, что в очередной раз Путин утерся ордером, остался в Российской Федерации, на саммите в НАТО он участия принимать не будет. Вместо него поедет грустная лошадь Лавров. Путин в это время имитируя внешнеполитическую деятельность снова вызвал на ковер Лукашенко. Что по этой встрече, можете сказать? Зачем встречались-то по итогу? Кроме разговора о танцах и сообразительно троих с КНДР. Смотрите, значит, долгая история, потому что, собственно, Лукашенко запросил об этой встрече в день ликвидации Пригожина. Потому что, конечно же, этой ликвидации Путин всем показал, что Лукашенко абсолютно ничего из себя не представляет, и его слово «ничего не стоит». Потому что мы помним все прекрасно, что гарантии безопасности Пригожину давал Лукашенко. Оказалось, что это все абсолютно грёбно. И, собственно, тогда же Лукашенко захотел срочно встретиться с Путиным, но вот видите, его сколько протянули. Отдельная история, конечно, про танго. Отдельная история. Это меня всегда поражает. Хотя там, опять-таки, конспирологи говорят, что это просто двойник, и он такой глупый. Да, недалекий и необразованный сам Путин, на самом деле. И он это всегда показывал, и в этот раз тоже. То есть, во-первых, это сложившееся выражение «политическая танго». И то, что сказал Блинкин по поводу переговоров, что для танго нужны двое, ну да, потому что танго – это один из классических парных танцев. Именно поэтому и есть вот это выражение «политическая танго», которое достаточно часто употребляется, если вообще читать какую-то прессу. Что на это отвечает Путин? Но, как бы, вот, так сказать, по существу он отвечает, что мы всегда открыты для переговоров, ха-ха-ха. Да, мы помним, мы все прекрасно помним. И мартовские переговоры, как только Мединский сказал, что начали о чем-то договариваться, на него сразу же спустили всех собак. А потом уже, так сказать, когда прошел год, вдруг Путин внезапно вытащил эти бумаги и стали им трясти. А что ж тогда-то вы именно на Мединского набросились? Тогда вам переговоры были не нужны, потому что… Что сказали тогда Мединскому? Мы тебя отправили для того, чтобы была дымовая завеса, а мы сейчас Киев возьмем. А вот когда под Киевом, так сказать, их погнали с санными тряпками, оказалось, что ай-яй-яй, нужны переговоры. Но было уже поздно. А дальше вот эта тирада Путина совершенно маразматическая. Главное украинцам не забыть, как танцуют гопак, а то всем миром придется бароню танцевать или на худой конец казачок. Почему я так цитирую Путина? Но все наверняка видели всякие разные танцы и прекрасно понимают, чем гопак, бароня и казачок отличаются от танго. Наиболее распространены эти танцы в их коллективном виде, когда танцует сразу много человек, а у сини пара. Но и самое смешное, опять-таки, видимо, других названий танцев просто ему в голову не пришло. На самом деле, откуда пошел гопак? Казачок был раньше, немножко появился, и они похожи на самом деле. Просто гопак более сложный с точки зрения акробатики, более акробатичный танец. Но Екатерина не любила, боялась самого названия «казак», и поэтому запретила называть танец «казачок». И поэтому, собственно, «казачок» постепенно стал гопаком. То есть это настолько показывает абсолютную, ну, вообще непонимание Путиным ничего, чтобы, так сказать, такую тираду запустить, ну, я не знаю, для кого. Ну, наверное, тоже для кого-то, кто посчитает это, не знаю, так сказать, интересным, что ли. Не понимаю, зачем говорить такую тираду. Ольга, но эта тирада оголяет не только его проблемы в образовании, она оголяет и его проблемы в воспитании. А вот стиль этот гопнический вам как? Я читал в одной из последних статей Гозмана, он говорит о том, что Путин, когда был в избирательной кампании, в предвыборной находился, он тогда сказал вот эту свою фразу «промочить в сортирах». И свидетели, те, кто спутники его в этой поездке в предвыборной, они говорили, что он очень переживал потом по этому поводу, что он проводил кампанию. Но потом, видимо, со временем он как-то нащупал, что именно этот стиль и понимают в Российской Федерации. Именно этот стиль же стал господствующим на сегодняшний день в российской политике. Я не прав? А кто сказал-то, что он переживал? Я не знаю, кто... Госсман ссылается на свидетелей, с которыми он общался. Надо понимать, что у Путина есть сильные стороны. Сильная сторона Путина – это его способность к работе... Ну, как это называется, когда ты агента обрабатываешь, да? То есть он умеет людей очаровывать. Он умеет подстраиваться к тому, с кем он разговаривает. Поэтому условному Госсману или Чубайсу, с кем он тогда разговаривал... Скорее всего, с Чубайсом, наверное. Скорее всего, это Госсман услышал от Чубайса. Он мог сказать, слушай, ну, наверное, зря я это сказал. Не понравится, наверное, это выражение. Но это не означает, что он на самом деле так думал. Да? И вот это... Вообще вербовка – это его сильная сторона. Он умеет вербовать, да? И сколько... Вспомним Джорджа Буша-младшего, который там смотрел в его глаза и чего-то там увидел. Мы же это помним. Поэтому то, что он что-то говорил, а потом, так сказать, другим говорил совершенно другое, это как раз ему и монетно присуще. И на самом деле, вот посмотрите, ведь вот это выступление на дальневосточном форме, и его этот такой махровый антисемитизм – это же тоже лишь примеры того, когда из него вот это что-то такое внутреннее вылезает. Просто, наверное, тогда действительно ему казалось, что это гопничество надо скрывать. А сейчас он считает, что это не нужно. Он и так безальтернативный лидер. Никто не может с ним соревноваться. У него вся эта диктаторская система настроена и подстроена. Поэтому что ему... О чем-то задумываться. Он ведет себя так, как ему нравится. И вот сейчас мы видим то, что есть внутри его на самом деле. Он ведет себя так, как он хочет. И он плевать хотел на всех других, и кто что по этому поводу думает. Ну, слава богу, что он дряхлеет и стареет, и в маразм впадает. И зачастую то, что он хочет, выглядит очень жалко и комично, согласитесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому